Субтитры сделал DimaTorzok 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 успех карьеры и вообще вокальной техники от того, что у тебя в голове намешано. То есть понятно, что какие-то базовые там зажимы, про которые мы все знаем, там, боязнь сцены или там боязнь критики, это мешает. А что еще может вообще, сколько еще там тараканов надо разобрать, чтобы что-то получилось? Или только не бояться сцены, идти вперед, и все получится? Ну, на самом деле, вопрос такой прям очень-очень глобальный, потому что тараканов, конечно, у каждого человека на планете Земля тараканов много. И когда мы говорим про творческую профессию, где надо быть публичным, где надо выходить на сцену, здесь включается, ну, как бы такая и своя специфика, и на самом деле очень сильное давление извне, с которым сталкиваются артисты. И когда мы говорим про боязнь сцены, это же не просто боязнь сцены, да, то есть это ну, такой глубинный очень страх, за которым лежат тоже очень много, ну, как мы говорим сейчас, да, вот разных тараканов. И вот эти вот тараканы, они у каждого свои, да, то есть у каждого есть какой-то свой опыт, когда я столкнулся с чем-то, да, и что меня сейчас пугает, когда я иду, например, на сцену. У каждого есть какие-то сложности, например, с которыми мы сталкивались во время нашего взросления. Кто-то пытался с детства доказать, что я лучший, что мне надо любить, что еще что-то, да, и благодаря этому, в общем-то, достигать каких-то высот. Другое дело, что мы можем достигать, мы можем закончить там и консерватории с красным дипломом, и пойти куда-то там в театр, и куча прослушиваний пройти, но с каждым разом, например, и вроде как со стороны ты скажешь про этого человека, ну вот у него успешная карьера, он хорошо там развивается, идет. Но чем дальше, чем выше градус вот этой важности, на которых ты выступаешь, важности контрактов, которые ты получаешь, тем больше может становиться вот это внутреннее напряжение. И бывает, что это доходит до состояния просто паники, хотя вроде как я уже профессионал, я уже столько лет отработал, и чем выше вот эта планка, тем больше мой мозг начинает как бы в напряжение идти. И это приводит к тому, что в общем-то в какой-то момент мы можем почувствовать, что я теряю вот этот кайф и удовольствие от своей профессии. Почему артист приходит в профессию? Просто так никого нету в этой профессии, просто так нету певцов, потому что изначально все идут вот с этим творчеством, когда я кайфую от процесса, я кайфую от музыки, я получаю удовольствие от вокала, от произведения. Но попадая вот в эту систему, ну как в мясорубку, даже там перемалывает как-то, и в какой-то момент мы можем разделиться вот с этим моим внутренним, а для чего я здесь. Вся моя работа, в общем-то, и на курсы в клубе, и индивидуальная работа, она направлена вот так вот шагами, в общем-то, вернуться к самому себе, создать вот этот внутренний стержень, найти свою внутреннюю опору, чтобы дальше двигаться, и сталкиваясь вот с этими сложностями, мочь их преодолеть. Поэтому если мы говорим только там про страх сцены или про явленности, это, наверное, такая как бы общая какая-то картинка, да, то есть вот, ну как слоган. На самом деле там очень много таких индивидуальных, да, каких-то подводных камней, которые мы, конечно, разбираем. Ну получается, логичнее, кажется, вот мне сейчас, что во время учебы, когда ты еще в консерватории, там или в училище, сразу прошел психолога, разобрал те травмы, которые у тебя есть, там разложил все, всех своих тараканов на нужные полочки, в коробочке, все стоят, все хорошо, и тогда уже и, как сказать, один раз прошел, все выучил, все разобрал, совсем разобрался, и хватит на всю жизнь, или это на всю жизнь надо работать? Ну, на самом деле, да, когда я говорю тоже со своими артистами, вот над мастерством и над техникой, да, мы работаем всю жизнь. И когда нет предела совершенства, да, мы все время что-то оттачиваем, над чем-то работаем. Базу мы получаем, да, от нашего будущей профессии, да, там, где-то, в музыкальной школе, в училище, в консерватории, но над мастерством настоящий профессионал, но он работает в жизни, все время что-то оттачивая, все время какие-то новые рубли, мы их работаем, мы над ними работаем, мы впиваем, да, наши мышцы, это все запоминают, это постоянный процесс, постоянное движение, развитие, постоянный рост. То же самое работа с нашим мышлением. Базу можем получить, да, это то, что как бы тоже, да, там, мы раскладываем в курсах, чтобы получить вот эту базу, понять, а как это работает, а почему именно таким образом я реагирую, а что у меня включилось, какой-то триггер зажегся, что я так отреагировал, что я провалился, да, то есть база, это, да, это основа, этот фундамент, который мы закладываем, но работа над собой, над своим мышлением, это работа длиной в жизнь. Это постоянно, как вот мы идем по лесенке, мы вот дошли до куда-то, да, там закрепились, но дальше на этом не останавливается наше развитие, мы работаем дальше, дальше и дальше. То есть мы все время формируем какие-то новые нейронные связи, да, свои новые реакции, новые, и мы с каждой новой ступенечкой мы по-новому учимся реагировать на ситуации, мы видим их с новой стороны, да, мы какую-то внутреннюю мудрость развиваем, внутреннюю осознанность, и это на самом деле такое путешествие очень интересное, да, то есть как мы развиваемся в одной сфере, в артистической, да, в своем профессионализме, так и работа над собой, свой внутренний рост, да, работа над своими страхами, это тоже такая история развития своего всегда. Ну, сейчас кто-нибудь в комментариях, наверное, напишет, что просто пой, и все будет хорошо, или там этот, как это, у нас несколько уже было постов на тему выгорания, Надин Сьерра до этого летом поднимал этот вопрос и даже делал небольшую паузу в карьере, сейчас Латония Мура тоже заявила, что в интервью, что ей пришлось отказаться от каких-то партий, сделать где-то перерыв, чтобы вот, и, собственно, призвала других певцов делать такие вещи, и вот иногда в комментариях обязательно придут человек, который скажет, ну вот, на завод просто, иди работай, в общем, пой, и все будет хорошо, не надо тут разводить всякую ерунду, мне очень нравится, что эта тема психологического здоровья как-то стала наконец-то возвышаться, как бы, по классификации ВОЗ и психическое, и физическое здоровье, но психическое обычно говорится, забей, иди вперед, все твои однурные. в нашей ментальности много времени так было, да. Вот, выучи текст, ты там, позанимайся часок, и все будет хорошо, не надо тут, в общем, разводить ерунды. Все, пятилетку за три года. Вот. Очень многие певцы, мне кажется, ладно, не многие, но вот у меня знакомый, мы как-то общались, и он сказал, что он выбрал профессию музыканта, только потому, что здесь не нужно, как ему казалось, изначально общаться и коммуницировать с людьми. То есть, типа, я вышел на сцену, я отыграл, спел и ушел, и, а сейчас, говорит, мне и соцсети надо вести, мне надо как-то с кем-то и коммуницировать, и нетворкинг, и все, говорит, я в таком шоке, что я не понимаю, как это все вытянуть. Насколько важно вот к публичной части быть изначально готовым, или это вот, как сказать, можно избежать публичности в каком-то смысле, хотя как? Ну, артист, это в любом случае проявленность, да, даже если вам кажется, вы не взаимодействуете с людьми, выходя на сцену, вы взаимодействуете со зрителями, да, прямо напрямую, то есть, если даже вы не ведете там диалог тет-а-тет, это взаимодействие, взаимодействие со зрителями, и, конечно, про твою проявленность, про то, как ты можешь донести вот это вот свое видение, свое чувствование, роли, там, произведения до зрителей. И это, конечно же, в какой-то степени такая твоя внутренняя открытость и уязвимость, да, то есть, это здесь важно быть где-то в чем-то уязвимом, для этого важно, опять же, доверять себе своему чувствованию, своему прочтению, своему видению, и чтобы быть смелым, показать это на, ну, как бы, публике. Потому что, если этого нету, то, выходя на сцену, мы уже закроемся. Я уже не говорю, да, там, проведение соцсетей и всего остального, то есть, параллельно надо осваивать много других специальностей, так же, как и мне, пришлось осваивать много разных специальностей, хотя вот, мне нравится работать, да, с людьми, вот, были бы только клиенты, с которыми я работаю, я от этого кайфую. Но я понимаю, что в моей специальности, так же, как и у артистов, которые, например, проявляются не только на сцене, но и в социальных сетях, им надо много разных специальностей параллельно, как бы, осваивать. И про проявленность, это, как бы, да, такая прям очень-очень, ну, важный момент. Для этого, да, важно быть готовым взаимодействовать с людьми. И даже если я внутри интроверт, это не значит, что я не смогу этого сделать. То есть у каждого надо найти вот этот вот свой внутренний ключ, а как это для меня, а что здесь меня зажигает, и как я могу, оставаясь собой, да, оставаясь внутри своих границ, которые мне комфортно, проявляться в мир, заявлять о себе, делая это безусловно для себя и несящую пользу людям. Вы затронули тему доверия. Тут доверие, конечно, про публику говорили, но есть вот такая вот проблема, которая, мне кажется, вылезает еще во время учебы. Это какое-то, у многих певцов есть какое-то безоговорочное доверие своему педагогу, и при этом, когда они выходят, вот уже получили они корочку, должны вроде бы сказать, все, я певец. Они все равно еще чувствуют себя учениками, они ищут такого же педагога и дальше, который бы сказал, ты молодец, хороший, и то есть у них, они вот не переходят вот эту вот грань, я ученик, я профессионал. И это касается там, еще про педагогов, там еще много можно раскопать, но вот как им дальше, когда уже учеба закончилась, и нет этого человека, который скажет, что вот здесь ты молодец, а вот здесь ты не молодец, чувствовать, что они делают правильно, а что, как вот научиться самому себе доверять, самого себя оценивать. И это прям вот такая очень важная тема, потому что вроде как ты уже много-много лет учишься, там у тебя был один педагог, другой, там третий, десятый, и вот это вот ощущение, что мне все время нужны вот эти уши со стороны, это как костыли, от него бывает очень сложно как бы отделиться, отделаться, но ты понимаешь, что ты растешь дальше, и не всегда твой педагог будет рядом с тобой, да, там на всех прослушиваниях, на каких-то конкурсах, еще где-то, и где-то приходится выруливать самому. И здесь, ну, наверное, тоже, как я говорю, настолько, насколько комфортно тебе, плюс еще чуть-чуть, то есть сразу разорвать это сложно, да, и не всегда нужно, потому что, конечно же, уши со стороны, они нужны, да, певцам. Другое дело, что я внутри себя, я достаточно себе доверяю и верю, я вижу свой профессионализм, но периодически мне нужны уши со стороны, чтобы мое видение было более широким, да, чтобы я какие-то моменты, которые сам не замечаю, мог бы отследить, заметить, да, для, опять же, для своего роста и развития. Ну, вот здесь, вот здесь, чтобы путаницы не было, либо я полностью завишу от этих ушей, и тогда я на себя совсем не рассчитываю, либо я эти уши использую для своего роста, да, для дальнейшего развития. Это как бы две такие, ну, разных, да, таких момента. Как научиться все-таки опираться на себя? Вот здесь, опять же, мы часто учимся, да, и часто попадая в нашу систему, образованию, мы сталкиваемся с тем, что это неправильно, то неправильно, вот это у тебя не так, посмотри вот на того, посмотри вот на этого, посмотри на этого, и вот в этом постоянном сравнении и в постоянной критике артист, в общем-то, начинает терять, ну, как бы, с собой, а как это для меня? И постепенно переходит вот к этому ощущению, как и что я делаю, опоры на себя переходят на внешнюю опору, да, а как меня оценят, а как скажут, это и про преподавателя, про кого-то еще другого, то есть, ну, как бы перекладываем ответственность на что-то внешнее, чтобы кто-то и что-то нам сказал, подсветил под это самое, и когда мы перекладываем вот эту ответственность, это, ну, если так уже немножечко окунуться в психологии, это такая все-таки детская позиция. И если мы заканчиваем вуз, но остаемся так же, да, вот в этой детской позиции, то дальше мы будем также искать вот этого туша, вот эти подтверждения везде вокруг меня, то есть, я перекладываю ответственность за решение, правильно я делаю или неправильно, на кого-то внешнего, на что-то внешнее, будь то комиссии, будь это другие там певцы, будь это преподаватели или еще что-то. И для того, чтобы мне как-то укрепиться, я нахожу какого-то преподавателя, на которого я вот полностью это переложил, и тогда мне вроде как легче двигаться. Вот педагог мне сказал, что правильно, что хорошо, я ему верю, и я тогда двигаюсь, я тогда чувствую себя уверенно. Ну, убери из этой цепочки педагогов, что я проваливаюсь, и я не чувствую вот этой уверенности. И здесь в любом случае надо потихонечку развивать вот эту вот опору на себя все-таки, на свое слушание, на свое видение, на свое чувствование. То есть, если сказать там другими словами, постепенно вырастать. Постепенно вырастать, перерезать вот эту поповину и становиться внутри взрослым артистом. Маленькими шагами, да, маленькими шагами опираясь на себя. Вот здесь я могу попробовать сам? Я пробую сам. Ага, получилось. Вот столько, сколько я могу на данный момент на себя опереться, плюс еще чуть-чуть. Сделаю там небольшой шажочек, ну, как бы, и вот не буду спрашивать внешне, а вот попробую сам. Получилось? Окей. Когда я закрепляю этот результат и в следующий раз расширяю. То есть, это так вот постепенно, постепенно, маленькими шагами мы выходим, да, в этой накопке, где удобно быть ребеночком, которому скажут, как правильно, как неправильно, и вырастать, да, в общем-то, из этой скорлупы вылезаем и вырастаем, становимся взрослыми. Здесь певица Деллида, моя любимая французская, она говорила, что успех это нечто бессознательное, я всегда хотела добиться успеха, я всегда к нему шла, меня ничего не могло остановить, я к нему пришла. Вот, и тоже про Анну Нетребко часто вспоминают, что она с консерватории еще знала, что она будет звездой, она к этому шла, и много певцов, когда мы там смотрим каких-то биографий, читаем великих, про них говорят, да, они всегда знали, они шли вперед, и там им нельзя было сказать, что как бы, Вася, остановись, ты там, не знаю, как у нас иногда педагоги говорят, что ты там, да у тебя вообще там ничего нет, и иди в пятерочку, кассирам лучше. То есть, какой-то вот такой внутренний у них железобетонный стержень полностью в себе как бы уверенности, что это им надо, это какое-то такое вот, я иногда сама как человек сталкиваюсь с таким в себе ощущением, это как какое-то такое волшебство, что ты знаешь, что да, у меня это получится, я вот этого вот, а и при этом я вижу вот часть людей, многих, ну, окей, многих, опять я это слово, некоторых вот своих знакомых певцов, которые вот это вот потеряли, и им даже, если им несколько, даже вот, я не знаю, если появится, восстанет из гроба Мария Калас и скажет, ты поешь хорошо, ты молодец, они все равно уже себя как бы закопали, что они не молодцы, все равно, что вот, ну да, я вроде как молодец, но Вася мне сейчас скажет, что я не молодец, и вот вообще есть еще Петя, который точно лучше, чем я, и я точно не молодец, вот я до них еще не дорос, и вообще вот, все другие хорошие, а я, я вот, ну я плохой, я еще не дорос, и они как-то себя начинают вот так вот идти вот по этому пути в какое-то вот такое вот эмоциональное дно, забивают себя, и я не знаю, как-то можно их оттуда вытаскивать, или они сами должны? Можно, а нужно, нужно вытаскивать, потому что, ну, вот все, кто когда-то внутри себя понял, что я буду звездой, да, и идут туда, несмотря ни на что, это же не значит, что у них не было откатов, это же не значит, что у них не было сложности, у них были, и очень серьезные были сложности, и там кого-то много раз не брали на прослушивание, кого-то хейтили, кого-то еще что-то, нету ни одного, да, ни одного великого певца, там, артиста, который бы не прошел, да, вот эту вот, опять же, мясорубку, но что их отличает? Вот это вот внутренняя, ну, как бы, вот эта вот вера внутренняя внутри меня, я смогу, и тогда все вот эти сложности и проблемы, да, они не становятся как ужас, 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 все пропало, они становятся такими задачами на пути к своим целям, и здесь вот, если как бы мы тоже так вот в общем посмотрим, да, есть на самом деле два направления, да, с которыми вот я тоже всегда подсвечиваю, и с которыми всегда работаю, и они и то, и другое важны. Первое, у нас, конечно же, есть вот эти вот внутренние тараканы, про которых мы говорили с самого начала, внутренние какие-то травмы, вот эта неуверенность, отголоски образования, отголоски менталитета, то есть вот мы как капуста, вот там какая-то кочерыжка, и вот нас в течение жизни много-много-много всего наложилось, да, там среда, развитие, те взрослые, которые нас окружали, помимо этого, страна, где мы росли, менталитет страны, какие-то там, да, то, что нам через поколение передалось, да, вот наше образование, плюс накладывается там школа, вузы, все, ну, как бы вот такая вот капуста, и с другой стороны есть то, чего я хочу, да, то, куда я двигаюсь, и если вот это то, куда я двигаюсь, оно соответствует моим внутренним глубинным ценностям, грубо говоря, когда мы шли в эту профессию, мы туда шли не просто так, возвращаясь, вот к этому внутреннему ощущению, да, это моё, да, я просто кайфую от этого, да, если убрать, да, все там, ранги, там, какие-то достижения, ещё что-то, вот это вот внутреннее, что для меня, вот для меня ценно и важно, а какая я в этом, а что меня здесь наполняет, и если, и вот эти вот ценности, наши внутренние, глубинные ценности, истинные, они нас сопровождают в течение всей нашей жизни, да, они не меняются, они могут там передвигаться, сейчас мне для меня, вот это более важно, потом вот это, но они всегда с нами, это не то, что мы когда-то там достигнем, оно уже есть здесь и сейчас, и если мы наши цели ставим в соответствии со своими ценностями, это не для мамы, не для папы, я хочу там стать звездой, не там педагогу доказать, это соответствует, или может быть и для них тоже, но это соответствует и моим глубинным ценностям, да, тогда вот эта вот моя цель, если она наполнена смыслом, если она наполнена вот этим моим ощущением, я точно знаю, что мне туда, почему мне туда, что меня там наполняет, что мне дает ресурс, да, почему для меня это ценно и важно, если вот эта вот часть, она тоже достаточно тяжелая, да, то есть вот у нас две есть, назовем вот это вот, капуста со всеми нашими страхами, ну, там, того, что и вот мои цели, мои желания, куда я иду, вот что будет перевешивать, туда меня и будет тянуть, да, то есть мы всегда оказываемся в той точке, где тяжелее, и если человек сталкивается с проблемами, но у него вот это вот видение, образ будущего достаточно плотный, достаточно мощный, когда я знаю, почему я туда хочу, меня туда тянет, и меня ничто не может остановить, тогда вот эти вот все сложности, они решаются, они становятся задачами, меня все равно тянет туда, где тяжелее. Если же я сконцентрирован, да, мое внимание сконцентрировано на всех сложностях, которые случаются, вот меня сегодня не приняли, меня сегодня не взяли, меня там сегодня за ошибки там расплющили, и все, и мое внимание, мой фокус внимания только сюда, что на то, что у меня не получается, я не справляюсь, у меня никогда ничего не получится, то мы эту капусту еще больше наращиваем, и она становится тяжелее. И тогда мы можем сказать, да, почему же я не там, потому что мы всегда находимся там, где тяжелее, туда, там, где наше внимание. И тогда мы можем говорить о том, что мы находимся именно в той реальности, да, которую мы сами себе создаем. Это вот если отвлеченно, про что это, когда мы говорим, что когда отовсюду много мы можем слышать, что мы же сами создаем реальность. Ну, если с языка психологии, то это вот так, да, то есть, где мое внимание, да, там больше моих эмоций, там перевес, я там и нахожусь, даже если мне это не нравится. Поэтому работа всегда вот в двух направлениях. Разгрести вот это, найти центр себя и двигаться туда, куда же я все-таки хочу. Знаете, вот тему вот смышления, я помню, когда я училась на заочке на психолога, фразу, которая меня очень потрясла, что объективная реальность это что-то субъективное, забыла, субъективное, как сказать, вот в общем, красиво там было вот это, забыла теперь дословно, что объективная реальность это субъективное наше восприятие, что-то такое красиво там же сформулированное. И тут вот сейчас наверняка напишут нам в комментариях, что я могу сколько угодно хорошо петь, но в театрах все куплено, на конкурсах все куплено, там, я не знаю, педагоги берут только своих знакомых, не пробиться, в инстаграм рилсы вообще мои не выпускают, и вообще театров мало, большое все хотят, но что вы от меня хотите, я, нет, это вообще все невозможно. Вот я, я был на двух конкурсах, вот, и на двух конкурсах меня не взяли, значит, все куплено, вот, все куплено. Но при этом, если, я понимаю, о чем вы говорите, да, что на самом деле там куплено окей, но есть еще 10 дней и куплено, но есть вот это вот очень большое количество певцов, я вот именно здесь говорю большое количество, потому что когда мы что-то публикуем про конкурсы, результаты, тут вот вылезают все вот эти вот их сомнения, где они пишут, да там на этом конкурсе жюри плохое, еще и платно, еще и вообще там главный приз небольшой театр, это все, все, все заранее решено, нам в этом туда даже не стоит лезть. Как таких людей переубедить заняться своим, вот, ну, реально мышлением собой, верить в себя? Можно ли это сделать? Ну, переубеждать уже точно никого не стоит, да, то есть, если человек на самом деле хочет как-то двигаться и развиваться, он будет действовать, другое дело, как можно подсветить и что можно, да, в этой ситуации, ну, грубо говоря, если человек верит, что все куплено, ну, скажи, что нет, не все куплено, он не поверит, да, то есть, у него уже сформировано мышление, что если я там один раз вот это увидел, то мой мозг работает таким образом, что он всегда ищет подтверждение тому, во что он поверил. Таким образом формируются все наши убеждения в течение жизни и это не просто так, да, это не буду сейчас рассказывать, да, про работу мозга и почему так устроено, но это тоже важная, да, деятельность мозга, но ему важно найти подтверждение и он будет искать подтверждение тому, во что поверил. если мне кто-то сказал, да, не переживай, ты не выиграл этот конкурс, потому что там кто-то своего взял, может, конечно же, легче в это поверить, чем кто-то был лучше меня, нет, просто взяли другого, и это произошло один раз, потом в следующий раз для того, чтобы успокоиться, например, это, ну, как бы один из вариантов множества, да, я рассказываю, чтобы в следующий раз себя упокоить, что если вдруг я не пройду, никому не хочется чувствовать себя неудачником, никому не хочется чувствовать себя успешным, и поэтому мозг пытается найти оправдание, почему так произошло, и, опять же, переложить ответственность на кого-то, на что-то, да, то есть это не я такое, это просто там все куплено, например, и он найдет подтверждение или придет на тот конкурс, где действительно так, потом в какой-то момент даже получит вот это небольшое расслабление, а, это не я плохой, это вот просто, ну, просто там все куплено, и тогда в следующий раз, идя на конкурс, мы уже как будто бы это ожидаем, опять видим это подтверждение, и мы тогда рассказываем своим друзьям об этом, и они тоже начинают в это видеть, и тогда вот эта вот цепочечка разрастается, у нас такие формируются достаточно плотные нейронные связи в голове, мы начинаем в это верить, и тут становится плотность такая тяжелая, такая как бы сгусточек, такой, тоже как мы говорим про капусту, да, если вспомним, мы начинаем в это верить, искать подтверждение, и из всех возможных вероятностей мы будем видеть именно то, на что как бы заточено наше внимание. Поэтому просто сказать, что нет, это не так, это не будет работать, да, важно, чтобы человек сам захотел увидеть что-то новое в старых обстоятельствах, и если я иду на конкурс, например, но чувствую, что там все равно свои, все равно своих подставят, все равно там будут преподаватели, и они своих как бы, да, там протиснут, то тогда я, ну, я понимаю, что конкурсы мне нужны, да, нужны для моего продвижения, здесь я могу найти для себя другие точки, чего я иду на конкурс, да не для победы я иду, а для того, чтобы наработать опыт, тупление на конкурсах, это непросто, ты знаешь, что тебя оценивают, но я могу идти туда с той позиции, что я иду себя прокачать, а как я, вот в этой ситуации, когда меня оценивают, но остаюсь внутри себя, внутри роли, и вот из этого состояния стараюсь как получить, вот от этого моего мини-выступления, тогда мой фокус внимания, да, перестраивается с внешнего, как меня оценят, на что, о чем подумают, как я буду выглядеть, на внутреннее, тренировку вот этого вот навыка, вынести произведение, вынести, выйти и общаться там с жюри, со зрителями, ну, как со зрителями, я иду поделиться своим творчеством, я хочу получить удовольствие от этого выступления, я, я здесь для чего, не я для них, а я ради вот этого творчества, и на самом деле, это невероятная прокачка, потому что мы понимаем, что все прослушивания, все конкурсы, это очень стрессовая ситуация, и если мы в этой стрессовой ситуации начинаем себя накручивать, начинаем вот это свое внимание туда вовне уводить, то все я теряю на самом деле то, ради чего я вообще на сцене, но я могу относиться к этому как к тренингу, а что я могу, а как я могу здесь поизучать себя в ситуации сложной, а смогу ли я, а что мне не удалось, а я в следующий раз вот попробую на это внимание обратить и идти туда, и тогда я иду туда совсем с другим посылом, тогда я совсем по-другому раскрываюсь на сцене, тогда даже если я не получу там какой-то главный приз, я выйду вот с этим удовлетворением, я доволен собой, я довольна собой, довольна тем, как я выступил, как я вынесла это на сцену, и это совершенно два разных состояния, когда я выхожу и начинаю говорить, а, там все куплено, и состояние, да мне все равно, что куплено, я кайфовал от этого, вот это вот такие два разных. Никто эту машину не остановит, уже никто такого человека не сможет переубедить, что он был, не сам заражаешься его. И даже бывает же часто, я ничего не получил на конкурсе, но я так кайфану, зрители всегда это считывают, они всегда это чувствуют, что тебе потом кто-то подойдет и тебя куда-то могут пригласить, и таких вариантов миллион. Да, бывает. Потому что это все вот энергия, которую ты несешь, это даже тебе могут простить какие-то ошибки, когда ты идешь вот искренне и открываешься искренне. Я когда пишу или веду там семинар или пишу стратегии, мы часто идем как, у нас всегда идет цель, потом задачи, потом позиционирование, да, там целевая аудитория, вот это вот все прорабатываем, прописываем. Но артист, он, за что мы, собственно, подписываемся на артистов, фанатеем, потому что они такие личности, которых вот, мимо которых ты не пройдешь. Ты на них смотришь и хочешь, не знаю, там, как кало с нитку жемчуга надевать, даже если ты там не певец. Хочется там стрелки подводить, хочется вот так же вот там смотреть, еще что-то. То есть ты как бы все равно должен, как сказать, не должен, а ты все равно во что-то влюбляешься в этого артиста. Но многие артисты, вот я с чем сталкиваюсь, они вот когда говорят там, зачем мне вести в соцсети, зачем мне себя показывать, я вот покажу, что у меня был концерт и до свидания. И они вот забывают о том, что, и даже, наверное, может быть, не забывают, они, мне кажется, может быть, боятся того факта, что у них должны быть фанаты, потому что артист, он для кого-то выступает, для зрителя, а зрители должны как бы вот это вот туда-сюда обмениваться. Собственно, как не бояться, не бояться вот именно показывать себя, что и не бояться сформировать вот эту вот как бы свою личность и не только вокально, но и во всех вот этих вот аспектах для соцсетей в том числе. По поводу соцсетей, прям это тоже отдельное тело, тема, потому что, ну вот из моих клиентов, например, есть люди, которые прекрасно, спокойно себя проявляют на сцене, но очень сложно, например, в социальных сетях прям вообще не вытащить. А есть те, кто спокойно ведут социальные сети, да, но при этом боятся, да, вот моментов, связанных там с проявленностью на сцене. И это же все про проявленность, но про разные грани проявленности, да, то есть здесь я достаточно себя уверенно чувствую, и я там нормально могу проявляться. А, например, в соцсети для меня, ну, какое-то что-то новое. Все, что новое, да, наш мозг считывает как опасное. И, конечно же, наш мозг таким образом устроен, что он нас старается сберечь, уберечь опасности. Это его задача, да, его задача, еще нашего рептильного мозга, которая задача сберечь наш вид, сберечь наше, в общем-то, существование. И он очень осторожно относится к тому, что новое приходит в мою жизнь. Именно поэтому мы боимся там, да, нового коллектива, новых сцен, новой, как бы, а проявленность это вообще очень такая уязвимая цифика, да, то есть, о чем это? Это вот я выхожу в люди, интернет, там миллионы людей, хотя мы их не видим, да, но мы чувствуем, что на самом-то деле это даже там не зал, да, где какое-то определенное количество человек. И понятно, что из этих людей ты не всем понравишься. И вот этот вот страх проявленности, он такой очень глубинный, да, если мы, например, заглянем в глубину веков, да, то это уходит еще корнями, когда люди жили племенами, а люди вообще социальные существа. И в какой-то момент времени, если человека изгоняли из племени, да, не принимали его, то это было равно смерть. То есть это на нашем глубинном мозге, да, в рептильном мозге записано, как такая опасность, связанная, грубо говоря, с потерей жизни. Понятно, что сейчас никто не потеряет жизнь, да, если там мне отхейтят в интернете, но вот этот вот глубинный страх, он заставляет наш мозг очень осторожно относиться к тому, что новое приходит в мою жизнь. особенно это касается проявленности, почему так много вопросов у артистов, которые, в общем-то, всегда на публике, именно связаны вот с тем, со страхами сцены, с проявленностью, да, там, в социальных сетях и вообще, как себя проявить, проявить, как заявить, как, ну, рассказать о себе. Поэтому здесь очень важно, на самом деле, для того, чтобы с этим страхом бороться, да, тоже вот так вот пошагово двигаться. Если мы сразу выпрыгнем в эту социальную сеть, выложим, да, и вывалим, с большой долей вероятности будет большой откат, что я потом вообще не захочу туда возвращаться долго. поэтому здесь я тоже рекомендую как бы очень плавно, ну, это, наверное, моя такая система, столько, сколько можешь, плюс еще чуть-чуть, да, вот так вот очень комфортно раздвигая вот эти вот стеночки, дверки открывая, чтобы выходить и расширять свое пространство, да, расширять свои возможности и вот эту вот зону, где мне комфортно и безопасно, да, тоже расширять маленькими шагами. Но первое, что здесь, конечно же, артист должен понимать, что да, я хочу, я хочу проявляться в соцсетях. То есть это не кто-то мне сказал, что тебе надо проявляться, так не работает, особенно если там вот этих страхов много, а чтобы это была такая внутренняя мотивация, а зачем это мне, а для чего это мне, чтобы опять вот это вот перевесило нашу капусту, да, а для чего мне это, а зачем мне это. Если вот здесь не перевешивает, он не пойдет туда, он останется здесь, вот я начинаю, да, консультацию, спрашиваю, а что вы хотите, зачем вам нужны соцсети, почему вы не можете жить без этих соцсетей, и чаще всего, особенно если ты не ведешь в соцсети, мне кажется, самое главное, это просто научиться их вести так комфортно, как тебе нравится. Вот хочешь один сторис, и опубликуй, научись просто писать посты так, как тебе хочется, а потом уже думай про KPI, про миллионы подписчиков, про комментарии, про, там, не знаю, репосты и так далее, просто научись, чтобы тебя не вызывала эта соцсеть-то вообще какого-то такого отторжения, паники и желания, просто вот пиши в своем ритме, хочется написать, напиши, найдешь, напиши. Но вот к теме сравнения, очень многие, ну, то есть, по-моему, есть такой опыт с обезьянами, когда их там запирали в комнате, если они там пытались за бананами, их били током, потом уже сменяли обезьяны, а все равно уже обезьяны боялись лезть за этим бананом. Вот, это к тому, вот как давлеет общество, и в том числе там на певцов и так далее, что вот тебе там, я не знаю, 20 с чем-то там, 30 с чем-то там и так далее, а ты еще не в Метрополитен. Вот, все уже там, а ты еще нет, и вот это вот начинается сравнение меня самого с другими. Очень сложно как-то вот это вот перейти в эту стадию, что я иду в своем собственном ритме, как говорил там Барышников, я танцую лучше только самого себя. Но многие певцы начинают вот это вот зациклиться, что Вася публикует стори, что он уже там на прослушиваниях все прошел, там Петя публикует, или говорит, что вот он уже прошел там большую оперу на канале Культура, этот кто-то вообще на пиралью за их попадал, а я тут на полу в Ленинграде, и опять они падают какое-то вот дно. Как с этим сравнением вытащить себя из этого вот этого клетки? Ну, да, опять же, да, вот если мы говорим, когда кто-то выкладывает в соцсетях, а я не выкладываю, то это тоже, да, здесь есть обратная сторона, потому что мы же ориентируемся, да, вот на эту внешнюю картинку, которую кто-то как выкладывает, но мы не знаем, что там за этим стоит, да, какой там труд стоит, какие другие там подводные камни, и нам кажется, что вот все, там все вот идеально, а у меня не так, да, и немножко опять про соцсети углублюсь, и тогда получается, если, например, я веду соцсеть, я как будто бы вру, я на самом деле себя так не чувствую, но мне надо показывать вот так, да, и здесь вот получается конкурс среди вот этих вот масочек, да, внешних. Ну, это немножечко, да, другая история. Если говорить про сравнение, как же перестать себя сравнивать-то с другими? Сравнение – это одна тоже ипостась, вторая ипостась – это время, да, тебе уже пора, цигель-цигель. А у сопрано срок-то короткий, ну, времени мало-мало. И вот здесь даже, да, два можно, да, аспект рассматривать. Во-первых, по поводу времени трудно с этим, потому что, ну, это везде фонит, да, начиная там от школы, от училищ, когда тебе говорят быстрее, 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 быстрее. А еще кто-то хочет там и семью, и детей. А как я буду с семьей, и детей, если там у сопрано там голос и времени мало, и у меня будет ребенок, и я не смогу заниматься карьерой. Вот здесь вот прям вот это такой вот клубок, который надо разматывать. И опять же, возвращаться к себе, как это для меня. возможно там где-то находить примеры того, как случалось в гораздо позднем возрасте, да, и у меня есть такие клиенты, которые вообще входили в профессию в достаточно позднем, для общества, да, в возрасте, но прекрасно в ней развиваются, да, и опять же здесь отделить вот это вот внешнее мнение от того, а это правда всегда так? То есть научиться задавать себе вот эти вопросы, да, то есть не окунаться опять вот туда, не формируя вот этот вот качанчик все больше и больше, соленький, а научиться вот этому критическому как бы видению, критическому мышлению. Это правда всегда так? А бывает по-другому? А если бывает по-другому, почему? У него по-другому не может. У него может, а почему у меня не может? А я как хочу. А я как хочу. То есть вот этот вот вопрос про себя, а как это для меня, а я-то как в этом хочу развиваться, прям научиться себе задавать, потому что мы тебя себя теряем, теряем вот в этой гонке сравнение, когда мне говорят Вася, Пупкин уже там, а вот там Света там такая уже там, а вот этот вот уже там, а ты где? Мой фокус внимания куда переходит? На них, вот у него так, у него так, у него так, у него так, у него так но мы не привыкли не сформировали в себе вот этот вот навык, а как это для меня? А где здесь я? А как я хочу? То есть постепенно научиться задавать себе этот вопрос, каждый день, каждый час, да, пока вот этого навыка не выработается, когда я не стану в центре, в общем-то, да, жизни, пока я не стану для себя главным персонажем моей игры по названию жизнь. В моей жизни в этой игре я главный персонаж, не кто-то там, не Вася, не Петя, не время какое-то, я главный персонаж. И это навык, которому прям надо учиться. А где здесь я? А где вот сегодня, вот в этой моей жизни я? Если мы сейчас спросим, да, наших слушателей, да, зрителей, скорее всего, те, кто не занимаются, да, вот этим саморазвитием, самоанализом, не задают все такие вопросы? Это очень сложный вопрос. Потому что... Ой. Если мы свою жизнь проанализируем, мы все время где-то и в чем-то, да, мы все время, центр нашей жизни где-то находится вовне, там, в работе, в учебе, у кого-то в детях, у кого-то в родителях, у кого-то еще в кого-то, у кого-то в коллегах. Ну, мы теряем себя. Но ведь, ну, наша жизнь-то, она же для нас. Вот как только мы научимся отталкиваться в тех своих действиях, во всех своих движениях, своих целях от себя, наша жизнь начнет вообще по-другому разворачиваться. Мы начнем ее чувствовать по-другому. И на все вот эти вот сложности, проблемы тоже начнем по-другому как бы реагировать, исчитывать их, видеть по-другому. Прям навык. Можете прям поставить себе будильник и каждый час задавать себе вопрос, а где здесь я? Как это для меня? А я что хочу? Я очень рекомендую, потому что я этим упражнением пользуюсь. И оно действительно очень классное, очень рабочее. Но вот тут мы подходим к целям. Потому что все, что мы не делаем, все равно нужно подумать для чего. Как говорили психологи, главный вопрос, зачем? Зачем тебе это надо? Что с этим делать? Какая цель всего этого вообще занятия? Чаще всего, когда певцы идут или в соцсети, даже и в карьеру, просто начинают даже петь, они начинают хватать цели, которые, может быть, им и не нужны. Не все хотят митрополитен, не все хотят большой. Кто-то хочет просто петь, и это уже одна цель, и одно ее, как бы, и один уже, там я уже со своей точки зрения, с СММ, стратегии, и одно, одни уже другие, как бы, правила по ее достижению, да, другие уже задачи, если просто петь. А если там петь митрополитен, то это надо уже и тут, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут. И как человеку вот это упражнение делать, спрашивая себя, ну как еще можно понять, что ты сам на самом деле для себя хочешь? Потому что все певцы, не все, конечно, но некоторые певцы сразу начинают, впадают вот в эту вот гонку чужих целей, что все должны быть в лучших театрах, все должны быть там в лучших партиях. Если я мецисопрано, то я обязательно должен спеть Кармен, а если я не спел, то я вот лузер, все. И потом они сами начинают себя, как сказать, терять, им становится, даже если они споют Кармен, им становится фигово от этого, потому что это не их, может быть, партия, не их мечты. Как вот, как понять, что ты сам на самом деле хочешь, кроме этого вопроса, еще, как еще не терять время и оглядывать на окружающих? Во-первых, это прям вот такая работа постоянная над собой, да, как понять, мое это или чужое. В общем-то, это прям вот, ну, как бы процесс такой, работа над собой. Мое это желание или чье-то чужое, навязанное, да, тем же самым родителями, еще кем-то, еще кем-то. У меня были, ну, вот, несколько клиентов, которые, в общем-то, пели в хоре, но вот это вот внешнее, ты должен быть солисткой, только там в хорошем театре или еще, оно очень давлело, и в процессе работы они, в общем-то, понимали, да мне в хоре прекрасно, да я кормлю от того, что я вот в хоре пою. В этом же тоже, ну, как бы, важно, где человеку здорово, да, где он получает удовольствие, и не важно, да, там, в Метрополитен ты поешь, или ты поешь в хоре, и от этого кайфуешь, или ты поешь там в детском театре, и тебе вот эти вот роли в детском театре дают невероятное удовольствие, когда ты видишь там эти улыбки этих детей, то есть здесь опять же важно, да, как это для меня, вот каждый раз спрашивать себя, понятно, что вот это вот внешнее, там, родители от меня, например, ждут вот это, мой педагог будет гордиться мной, если я буду вот там-то, да, и это может давлечь, и здесь прям... Да. Что? Люди говорят, что я пою в хоре. Видно, что я там певица, а если я что-то скажу, я в хоре пою, ну что, ну что тут уже все, Смотри, как ты это скажешь, а кто-то скажет, что вау, да я пою в хоре, боже, у нас там такой коллектив, у нас там... И я действительно счастлив, да, у меня там и хор, и я еще параллельно еще что-то там, да, могу и развиваться, а кто-то скажет, ой, как же я скажу, что я пою в хоре. Один и тот же хор, да, и абсолютно разная, толкование, да, как мы сказали про реальность, да, объективную, субъективную, но нету никакой объективной реальности. Вот есть события, да, события, они всегда нейтральны, вот всегда нейтральны, но любому событию только мы, да, какое-то толкование даем. То, как мы оцениваем это событие, да, мы оцениваем его, исходя из нашего опыта, нашего какого-то багажа, мы даем какую-то оценку вот этому событию, толкуем его. И если в моем багаже либо все, либо ничего, либо я неудачник полный, то любое свое достижение я буду оценивать как ерунду. И этим на самом деле очень сильно грешат артисты, когда они не замечают в своих достижениях то, чего я уже достиг. это тоже еще один такой момент важный, которому нас научили, нас научили обесценивать, нас научили обращать внимание на то, что не получается и что нужно еще ого-го сколько, а сейчас, ну то, что ты достиг, это не важно. И это доходит до того, что я обесцениваю себя полностью, весь свой путь, я его не замечаю, как будто это не важно. И вот здесь важно, наверное, научиться останавливаться и подводить вот эти вот итоги, научиться сравнивать себя с собой, а каким я был месяц назад, а что за этот месяц я ездил, а год назад, а два года назад. И именно тогда мы начинаем видеть, что а я-то уже ого-го как вырос. Как только мы начинаем вот эти итоги подводить и не обесценивать их, мы тем самым помогаем себе свою же самооценку формировать, вот эту свою уверенность, свой фундамент, а я уже ого-го. И это подходит и туда же, когда мы отделяемся от педагога, а я-то уже умею, я уже могу кому-то еще преподавать, а не только держаться за своего педагога. Потому что я всегда, пройдя вот этот вот путь, у меня уже гораздо больше опыта, чем у кого-то начинающего. Да, оно может быть меньше, чем у какого-то там звезды, еще у кого-то профессионала, который гораздо дольше уже здесь. У меня уже больше, чем у кого-то другого. И у меня уже есть, чем поделиться с другими людьми. Когда я научаюсь, да, замечать свои достижения, а вот здесь вот еще один момент, да, я молодец. Такое упражнение, которое я у себя на марафоне давала, оно так очень хорошо заходит, когда мы учимся, и каждый день мы пишем, а в чем я сегодня молодец. Да. Ну, это важно. Это может быть что-то маленькое, это может быть что-то большое, но важно научиться фокусироваться фокусироваться вот на вот этих вот моментах, на тех мелочах, которые мы привыкли обесценивать. Ну, именно вот из этих мелочей, из этих кирпичиков фундамент наш выстраивается. Наша вот эта вот вера в себя выстраивается из маленьких кирпичиков, как любое здание, оно из маленьких кирпичиков строится. Поэтому любая мелочь, любое достижение, вот у меня сегодня получилось вот эту ноту взять, которую не получалось неделю назад. Да я молодец. А вот я вот эту арию выучил сегодня. Да я молодец. А вот я сегодня взял и направил куда-то заявку на какое-то прослушивание, просто отправил заявку. Да я молодец. То есть научиться замечать вот эти мелочи, которые мы обесцениваем. И потом, вот замечаешь каждый день такие мелочи, вот пять вещей, например, где я молодец сегодня. За неделю это уже такой нормальный мешочек накопится. А за месяц это будет такое вот уже хорошее подспорье, да, для моего фундамента. А за год, представляете, уже сколько? Я представляю. Сколько всего набираю? Есть такой опыт. Мы год назад с одной девочкой случайно в рендоме встретились и как-то вот были в одном эмоциональном состоянии и решили, что каждый день в конце вечера будем друг друга подбадривать и писать, что мы за день сделали вообще. То есть даже встали с кровати, когда целый день лежали, уже хорошо. Вот такие вот вещи. И я на своем опыте могу сказать, что это работает, потому что сколько? Почти год. И ты начинаешь сам отслеживать какие-то такие мелочи, где там, не знаю, уже не боишься написать посты, уже не боишься прямых эфиров или уже не боишься сделать какую-то большую заявку или уже отслеживаешь еще что-то в себе и думаешь, фига себе, фига себе, это я с ума сойти. Это очень классное упражнение, рекомендую. На самом деле мы тогда получаем это не извне, когда кто-то сказал, кто-то, он не знает про меня как, да, поэтому мы, бывает, и внешне обесцениваем, а, они меня похвалили, а я-то на самом деле не такой, да, а вот когда вот это вот мы себе учимся свою внутреннюю поддержку давать, она гораздо более мощная такая, да, чем вот это вот внешнее, когда она еще накапливается, это прямо вот такой хороший фундамент получается. Есть еще такая вот история про негатив, а есть позитив, когда человек думает, да, мне просто везет, меня сразу после института в театр взяли, да, мне просто везет, что я могу там про себя рассказывать, мне везет, я, 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 что ты, вот они там, то есть какие-то, можешь коллеги там сказать, да тебе там Юлька все время везет, тебе Петька все время везет, все тебя берут, ты там никаких проблем не вокальных родила, голос не перестроился, да тебе везет, и человек начинает, человек начинает себя тоже опять вот это вот, возвращается вот в это обесценивание, что типа, да мне везет, я ничего не заслужила, мне просто повезло, свалилась и забываешь, что, ну там, не знаю, ночами не спал, я не знаю. Вот здесь вот про мне везет, да, тут, наверное, две такие тоже составляющие есть, ну как бы, да, одна из них, это как раз вот про этот синдром самозванца, да, что мне говорят, что мне везет, что это все случай, моей заслуги здесь нету, да, здесь обесценивание как раз своих заслуг идет, а с другой стороны, да, мне везет, да, я везунчик, и это на самом деле тоже хорошая основа, если я вот под этим мне везет, присваиваю себе, да, то есть это вот не внешние какие-то, да, я везунчик, именно поэтому мне везет, да, то есть это тоже можно перевернуть по-разному, ну это классное состояние, когда я везунчик, да, с приятелем, и тогда, если у меня фокус вот на это, тогда даже какие-то неудачи, они будут вот, ну мимо проходить, ну это случайность, вообще я везунчик, и это совсем другая позиция, да, да, она так в легкой добавляет, и помогает справиться с разными неудачами, да я везунчик, ну все, да это вообще, это не важно, вообще я везунчик, не сейчас, значит в следующий раз повезет, мне еще больше повезет, как говорится, выберу суперприз, да, да, ну вот здесь вот прям, ну такой вот тонкий момент, да, внутреннее состояние, наше состояние, оно всегда первичное, всегда, все ситуации, мы из состояния, да, считываем, вот в каком состоянии нахожусь, вот из этого состояния, я эту ситуацию прочитаю, как что-то ужас, 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 или, ну ужас, ну не ужас, ужас, да, еще не умерли, еще не умерли, еще не умерли, да, только представили, как говорила там, героиня секса в Большом Городе, по-моему, Саманта, что еще, да, там, как это, выстроили у стены, но еще не расстреляли, еще не, еще не, мне кажется, на этой ноте закончим, на фокусе внимания мы закончим этот наш сегодняшний выпуск, надеюсь, вам он всем понравится, надеюсь, что мы еще запишем несколько выпусков, как минимум, поэтому подписывайтесь на наши соцсети, на мои, на Юлю, пишите в комментариях вопросы, которые бы вы хотели еще обсудить, чтобы мы их обсудили, поговорили об этом, пишите вообще, что вы думаете о сегодняшней беседе, в общем, ждем вас, спасибо, Юля, за время, спасибо большое за такую интересную беседу, мне кажется, темы, которые мы поднимаем прям, они очень-очень важны, актуальны, и надеюсь, что это тоже все зрителям полезно. Субтитры создавал DimaTorzok